Худшая ситуация за всю историю пандемии. Сейчас трудно найти регион России, где нет роста. Ситуация очень плохая. Премия Сахарова для Алексея Навального. Уголовный розыск для Любови Соболь. Ни один человек, которого Путин считает своим врагом, своим политическим оппонентом, не может чувствовать себя в безопасности нигде. В НАТО подготовили стратегию защиты от атак России. Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересован. Коротко о главных событиях недели. Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии имени академика Андрея Сахарова. Это главная награда Евросоюза в области прав человека. Алексей Навальный проявил большое мужество, пытаясь вернуть свободу выбора российскому народу. На протяжении многих лет он боролся за права человека в своей стране. Это стоило ему свободы и почти жизни. Российские власти к премии отнеслись скептически. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никто не может заставить проявлять уважение к подобным решениям. Мы считаем, что подобное решение принимают те люди, которые в истории с этим фигурантом просто не располагают достоверно. Вручать премию, в том числе и ее денежную составляющую, 50 тысяч евро, будут 15 декабря этого года. Но получить ее лично Навальный не сможет. Он отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Свою премию я посвящаю борцам с коррупцией во всем мире. В их любых качествах. От журналистов до адвокатов, от чиновников, есть и такие, да, и депутатов, до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно. Во время оглашения победителя представители Европарламента вновь призвали российские власти освободить политика. Все преследования, запугивания и нападения на оппозицию гражданского общества и СМИ со стороны властей должны прекратиться. Вообще-то, чисто символически, у премии имени Сахарова Европарламента, так скажем, в кавычках, хорошая репутация. Ее не раз присуждали людям, которые находятся в заключении, и все они, так или иначе, в итоге оказались на свободе. По делу Ифраше Навальный должен выйти на свободу осенью 2023 года, но против него, как и против его соратников, возбуждено еще несколько уголовных дел за создание и участие в деятельности экстремистских организаций. Многие сторонников оппозиционера уехали из России. На этой неделе МВД объявила в розыск Любовь Соболь. Сейчас, я думаю, что ни один человек, которого Путин считает своим врагом и своим политическим оппонентом, не может чувствовать себя в безопасности нигде. В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому санитарному делу, после чего появилась информация о том, что она покинула Россию. На этой неделе в интервью телеканалу «Настоящее время», признанному иностранным агентом, Соболь сказала, что не раскроет свое нынешнее местонахождение в целях безопасности. 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Суд в Москве оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя. С жалобы в МВД обратилась организация «Лига безопасного интернета», попросив проверить интервью Дудя с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. Что у тебя с наркотиками? В общей сложности эти два видео посмотрели 49 миллионов раз. Во время интервью музыкант и блогер рассказывали о своем опыте употребления. Перед обсуждением наркотиков Дудь всегда предупреждает зрителя об их вреде, начиная разговор анонсом. В экспертизе по делу сказано, что предупреждающий текст не только не снимает с Дудя ответственности, а, напротив, еще больше привлекает внимание зрителей. Блогер решение суда не комментирует. И снова локдаун. С 28 октября по 7 ноября в Москве и Подмосковье закрываются рестораны и магазины, кроме продовольственных. Отменены культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Школьники и студенты на каникулах. А вот театры и музеи продолжат работу, но только для привитых, переболевших или сделавших тесты. О новых мерах власти объявили на фоне рекордных показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. 22 октября оперативный штаб сообщил о более чем 37 тысячах новых случаев заражения. 1064 человека умерли. Демографы говорят, что на самом деле цифры могут быть еще выше. Пока что это худшая ситуация за всю историю пандемии. Избыточная смертность в сутки превысила 3000 человек. За октябрь она составит примерно 90 тысяч, и это будет рекорд. А всего умрет примерно 235-240 тысяч. За октябрь это тоже будет абсолютно рекорд за всю историю после войны. Задача локдауна – не допустить пиковых значений, при которых в системе здравоохранения наступит коллапс. Он единственное, что собьет, наверное, вот это пиковое значение. Мы, может быть, там не увидим какой-то суперпик. Это положительный эффект, в принципе, но недели-то очень мало. Это очень мало. Специалисты утверждают, что одна из причин высокой заболеваемости – низкие темпы вакцинации. В России, по официальным данным, прививку от коронавируса сделали 33% населения. Для сравнения, в большинстве стран Европейского Союза вакцину получили около 70% жителей. Совершенно возмущена тем, что наши трусливые власти продолжают народ то уговаривать, то что-то такое говорить, вместо того, чтобы радикально поразить в правах тех, кто вакцинироваться не хочет. Ограничения в Москве и Подмосковье могут продлить, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Дома заброшенные, джем прокисший. Так прокомментировал обыски в Нью-Йорке и Вашингтоне российский олигарх Олег Дерипаско. Хочется спросить, да ки** денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах. Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и пары бутылок водки, реквизируемых в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска? 19 октября сотрудники ФБР провели следственные действия по адресам, имеющим отношение к олигарху. Разрешение на обыске выдал суд. Но что именно ищут и по какому делу, ФБР не говорят. Дома, по словам представителя Дерипаски Ларисы Беляевой, принадлежат его родственникам. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Сам Олег Дерипаско их собственником не является. На кадрах с места обысков сотрудники ФБР заносят, а позднее выносят из домов контейнеры, чемоданы. Что находится в коробках, оперативники не сообщали. С территории Вашингтонского особняка специальным эвакуатором также вывезли легковой автомобиль. Как сообщают американские СМИ, обыски стали частью расследования уголовного дела, которому причастен Дерипаско. По информации New York Times, речь идет о возможных нарушениях американских санкций. В 2018 году Министерство финансов США внесло Олега Дерипаско и шесть других влиятельных российских бизнесменов в санкционный список. Их обвинили в поддержке враждебных действий России по всему миру, в том числе связанных с кризисом на востоке Украины. Москва все обвинения отрицает. Отношения с Москвой достигли новой низшей точки со времен Холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В четверг министры обороны Союза согласовали стратегию защиты на случай атаки России в районе Балтийского и Черных морей. «Подход НАТО к России остается прежним. Сдерживание обороны в сочетании с попыткой наладить конструктивный диалог. Но, конечно, сделать это будет труднее после решения Кремля прекратить работу военной миссии Альянса в Москве. Я считаю, что сейчас отношения между НАТО и Россией находятся на очень низком уровне». На Западе утверждают, что разработали план после того, как у России появились новые системы вооружений, а также после переброски российских войск к западным границам. Кремль обвинения в агрессии отрицает. «Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересованы. Но если это так, то, конечно же, мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже, по сути дела, заявило о невозможности таких перемен». Ранее НАТО вдвое сократило состав российской миссии. Восемь дипломатов высылаются из Брюсселя. Их обвинили в работе на российские спецслужбы. В ответ Россия полностью приостановила работу своего представительства при НАТО.